а сегодня я хочу рассказать как варю желе из черной смородины я может быть кому-нибудь такая информация пригодится когда вы собираете черную смородину со своего куста она какое-то время в течение нескольких дней может совершенно спокойно еще постоять потом надо обязательно ягоду очистить от плодоножки ягоду промываем и засыпаем сахарным песком я беру не очень сладкое чтобы у меня было желе а приблизительно один к трем если килограмм ягод то приблизительно 300 грамм сахарного песка пересыпаем и хорошенько перемешиваем оставляем на ночь чтобы ягода дала сок прошло несколько часов в моем случае ночь и ставим нашу ягоду вместе с образовавшимся соком в кастрюле на огонь доводим до кипения убираем пену которая появилась при закипании и уменьшаем огонь варим приблизительно полчаса час вы уже посмотрите когда уже ягода готова чтобы ее протереть через сито для этого мне понадобилось еще одна кастрюля толкушка и вот такое вот сито горячую массу аккуратно перетираем жмых не выкидываем из него можно сделать или компот или просто куда-нибудь там добавить какой-нибудь пирог например массу доводим до кипения и варим пока она у нас варится мы поставим баночки стерилизоваться варить мы будем массу до тех пор пока не протестируем небольшое количество банок и небольшой объем я люблю стерилизовать микроволновки чтобы понять что наше желе уже готово надо в процессе варки периодически иногда наливать на блюдечко небольшое количество нашего будущего желе подождать пока она остынет и таким вот образом переворачивая наше блюдечко смотреть если оно не скатывается то значит наше желе готово раскладываем наше желе стерильные банки закрываем стерильными крышками переворачиваем на крышке укутываем и оставляем до полного остывания не знаю как вы а я просто обожаю тот момент когда у меня в банке не хватило места для небольшой порции я совершенно легко могу оставить это снять пробу продегустировать и оценить свой труд кстати на том этапе когда вы уже протерли ягоду и попробовали по вкусу может быть вам покажется кисловата и вы совершенно легко можете добавить еще сахарный песок довести до кипения до нужной кондиции и вот такое у меня красивое желе вкусное получилось а вам приятного аппетита